Занятия в Академии красоты ведет пластический хирург Николай Сергеевич Лукачев. Тема сегодняшнего урока – родинки. Красота может быть опасной. Родинки, конечно, они придают индивидуальность человеку, но, к сожалению, не все родинки безопасны. Многие родинки дают в себе скрытую угрозу. Меланома – одна из самых серьезных опухоли злокачественных у человека. При ранней агностике, соответствующем лечении, она позволяет избежать серьезных осложнений. Если родинка вас как-то беспокоит, а у нее есть ряд признаков, которые вас должны заставить нарасторожиться, к ним относится размер. Как правило, родинки меньше 5 мм являются доброкачественными. Все новообразования кожи больше 5 мм, у них есть риск быть уже злокачественными. Второй признак – это симметрия. То есть все доброкачественные образования, они симметричны относительно какой-то оси. Одним из признаков может быть появление рядом с новообразованием каких-то новых, похожих, но более мелких. Тоже должно заставить насторожить. Как правило, точилось одно из серьезных моментов, к которым стоит обращать внимание. И дальше – это равномерность окраски. Если какая-то наблюдается нервная мерность окраски, однозначно надо прийти к специалисту, чтобы он или развеял ваши опасения, или же рекомендовал какие-то лечения. На данный момент самый современный является лазерное удаление. Позволяет достаточно быстро, в короткие сроки удалить новообразование с минимальным риском повторного образования. Также существует радиохирургический метод удаления. Он появился раньше, чем лазер, но в настоящее время он тоже широко используется в удалении. Особенно касаемо участков тела, не открытых. И существует третий метод удаления. На данный момент это хирургическое удаление. То есть это проводится небольшая операция. В зависимости от образования, она может произвести как код местной анестезии, если нет подозрений, что это злокачественная опухоль, так и код общей анестезии. В нашей клинике мы чаще всего используем методику лазерного удаления. Она носит название тип удаления. Это и первичный прием врача с осмотром, с установлением диагноза, определением объема вмешательства. Если же образование добарокачественное, то в этот же день можно ее удалить с помощью лазера. Процедура достаточно быстрая, практически безболезненная. Делается под местной анестезией. И сразу по процедуре пациент уходит домой. Какие родинки обязательно убирать? Это те родинки, те новообразования, которые находятся на открытых участках тела, подверженных различным видам травм. Это лицо, это шея, это кисти рук, это стопы, потому что обувь тоже может травмировать. Это линии, область суставов, потому что там есть риск повышенного трения. Это различные складки. То есть в этих местах риск перерождения добарокачественных новообразований, добарокачественных, гораздо выше. Также стоит обращать внимание на места, где нет пигментных клеток. То есть те участки тела, которые не загорают, вот любые образования там должны насторожить вас, прийти максимально быстро к врачу, чтобы определиться с заболеванием и с дальнейшей тактикой лечения. Любое онкологическое заболевание, выбранное на ранней стадии, очень хорошо поддается лечению. В современных клиниках должна быть возможность не только физикального обследования пациента, но и возможность лабораторного обследования. Выявить, есть ли на микроскопическом уровне злокачественные клетки или нет. То есть если клиника может сделать гистологическое обследование и заключение, то именно в эту клинику надо обращаться. До новых встреч!